Доброе утро, уважаемые трейдеры, филиенты компании Амаркетс. Сегодня 12 декабря, вторник, второй день торговой недели. Начинаем наш утренний брифинг. Прежде всего, конечно же, подведем итоги вчерашней торговой сессии. На самом деле, она несколько не оправдала наши ожидания. Мы, конечно же, надеялись, как и многие другие участники рынка, на большую волатильность. В целом, главным итогом вчерашней торговой сессии стало ее отсутствие. Все это связано с тем, что самые крупные участники рынка ждут именно важных событий, которые будут наполнять всю текущую торговую неделю. Пока же, находясь в ожидании, в подвешенном состоянии, пока нет точной информации по ключевым макростатистическим показателям, которые планируются рассмотреть и опубликовать на текущей неделе. И, конечно, в первую очередь, все ждут заседания ФРС, которые состоятся уже завтра. Мы в ходе завтрашнего утреннего брифинга проведем подробный предварительный анализ того, что нам стоит ожидать. Если же говорить все о вчерашней торговой сессии, то доллар, вокруг которого и будет выстраиваться по многому новостной фон на текущей неделе, доллар незначительно укреплялся. Мы вчера утром говорили о том, что именно с позиции теханализа в ходе утреннего обзора рынка было выявлено, что вероятнее всего доллар будет несколько снижаться, корректироваться по отношению к прошлой неделе, к прошлым движениям. На самом деле так оно и получилось. Евро-доллар, да и фунт-доллар также в первые часы европейской сессии находился в зеленой зоне, то есть торговался выше значений открытия рынка. И более того, днем евро сумел преодолеть отметку в 1.18, однако выше данного ключевого уровня закрепиться не удалось. На самом деле мы вчера говорили о том, что главным уровнем будет являться отметка 18.30 и 18.50 по евро-доллару, но на самом деле теперь, как оказалось, для начала нужно преодолеть отметку в 1.18 ровно. И сейчас мы видим, что евро-доллар также показывает некие признаки укрепления, но все это лишь предварительно, то есть пока еще даже не началась во многом европейская сессия, поэтому все самое интересное еще впереди. Чуть позже мы обсудим перспективы ключевых валютных пар на сегодня. Кстати, лучшей идеей вчерашнего утреннего брифинга стала покупка нефти. Мы говорили о том, что данный сырьевой актив выглядит довольно сильно вблизи своих максимумов текущего года. И на самом деле состоялось не что иное, как пробой этих уровней. Сейчас мы можем констатировать тот факт, что нефть торгуется на максимальных значениях с начала этого года. И если мы посмотрим на дневной график, то все выглядит довольно привлекательно для покупателей нефти. Мы находимся вблизи отметки 65.50 по сорту бренд. И вот те целевые значения, 67 примерно долларов за баррель, они рискуют быть достигнутыми уже до конца нынешнего года. Сегодня нужно быть чуть более осторожным с нефтью, потому что мы видим, что практически безоткатное движение было в две последние торговые сессии. Поэтому некой коррекции, возможно, стоит ожидать. Мы видим, что и сейчас есть в моменте некие признаки к локальному снижению. Но, тем не менее, в целом выглядит нефть довольно сильной. Несмотря на все манипуляции вокруг соглашений ОПЕК, несмотря на то, что потребление нефти не растет такими темпами, как рассчитывают нефтедобывающие страны, несмотря на все это, мы опять же возвращаемся к разговору о том, что нефть является довольно спекулятивным активом. Поэтому стоит ожидать ее дальнейшего укрепления, если мы говорим про перспективу ближайших недель. Еще раз подчеркнем самый важный тезис, то, что эта неделя будет очень насыщена на различные фундаментальные публикации. И нужно быть особенно внимательным, учитывая, что на прошлой неделе волатильность была не очень высокой, особенно если мы берем в расчет, скажем, пятничную торговую сессию, потому что на Non-Farm Payrolls, когда обычно волатильность зашкаливает, ее по большому счету не было. Да, мы вчера говорили про то, что фунт-доллар довольно неплохо двигался, но скорее разнонаправленно. И поэтому, учитывая все вышеозвученное, стоит ожидать выхода из тех консолидаций, которые мы видим в данный момент, в рамках текущей торговой недели. Прежде всего это касается именно пары евро-доллар, потому что относительно узкий у нас боковой канал в данный момент. И на самом деле по паре доллар-иена и доллар-швейцарский франк наблюдаются похожие ситуации. То есть мы не видим какого-то трендового направленного движения, поэтому стоит ожидать выхода из консолидации уже в самые ближайшие дни. Тем более новостной фонд, опять же повторю, будет этому только способствовать. Вчера была публикация числа открытых вакансий в США. Данные, которые больше всего, пожалуй, ожидались из тех новостей, которые были запланированы на понедельник. Данные были низко хуже прогнозных значений, но это не помешало укрепляться доллару, особенно в период американской торговой сессии. На самом деле все довольно просто. Пусть и показатель числа открытых вакансий является довольно важным, и тем не менее, учитывая положительный non-farm payrolls и положительный прирост средней почасовой зарплаты в прошлую пятницу, можно говорить о том, что рынок просто не воспринял данную новость как важную и не с чего нужно на нее как-то реагировать. Сразу после публикации был некий импульс вверх, но затем все вернулось на круги своя, и доллар продолжил укрепление. Кстати, интересный момент. Вчера можно было наблюдать рост доходности по гособлигациям США. Краткосрочно это показатель позитивный для американской валюты, потому что если растет доходность по американским казначейским бумагам, то это означает, что спрос на американскую валюту в моменте локально будет возрастать. Тем не менее, краткосрочно, если краткосрочно это и является позитивом для доллара, то в долгосрочной ситуации скорее не совсем приятная новость, потому что это означает, что американский регулятор готов больше платить, и правительство США готово больше платить за обслуживание своего внешнего долга. Поэтому особого значения также вчера рынки данному фактору не придали, но тем не менее, вот мы видели, что локально на рост доллара эта публикация, этот показатель влияния оказал. Евро будет находиться под давлением всю текущую неделю, так как в Европе практически с Европой все понятно, регулятор уже озвучивал ранее свои планы на следующий год, и вряд ли в ходе ближайшего заседания еврозоны. И вот, кстати, сегодня будет выступление Марио Драги, уже поздно вечером. Тем не менее, обычно не так реагирует рынок на данные выступления, как на, скажем, похожие заявления со стороны ФРС, например. Опять же повторю, что с политикой монетарной еврозоны все более-менее понятно. Было заявлено, что пока не закончится программа количественного смягчения в октябре следующего года, ставка повышаться не будет, ставку повышать пока и незачем в еврозоне. Потому что и так рынки не показывают должные цифры по инфляции. Поэтому еврозона скорее сейчас в такой серой зоне находится, под неким облаком негатива, в силу еще и того, что основная экономика еврозоны Германии сейчас находится также не в лучшем положении. Но вот сегодня, кстати, может быть глоток свежего воздуха для инвесторов и для тех, кто верит в еврозону, верит в евро, например, так как будет опубликован индекс экономических настроений в Германии. И если он окажется лучше прогнозных значений, то это будет, опять же, тем фактором, который может в моменте обеспечить рост евро. Но не думается, что это будет какое-то значительное укрепление, потому что в целом пока ситуация складывается в пользу доллара, именно с фундаментальной точки зрения. Опять же, по технике сегодня будет судьбоносный день, если мы смотрим с позиции технического анализа. Потому что сейчас на дневном графике у нас, казалось бы, и на H4 формируется некая тенденция к продолжению восходящего тренда. У нас локально есть восходящий тренд, можно провести линию поддержки. Но в то же самое время мы не обновили локальный максимум в ходе прошлого восходящего импульса. И есть признаки того, что долгосрочно, опять же, может быть снижение евро по отношению к доллару. Локально же, если сегодня, скажем, мы сумеем хотя бы подтянуться к отметке в 1.18, лучше, если пробить ее. Да, только в таком случае можно говорить о том, что евро будет локально сильнее доллара в перспективе ближайших недель. Сегодня будет интересная публикация по касающейся американской экономики. Индекс цен производителей нас ожидает в 16.30 по московскому времени. Это один из ключевых показателей, характеризующий инфляционные настроения в американской экономике. На самом деле особой интриги по прогнозу аналитиков нет. Не стоит ожидать какого-то сильного расхождения с прошлыми значениями. Но если таковое все же случится, то, конечно, стоит ожидать повышения волатильности. Еще раз подчеркну, что рынки сейчас находятся на пороховой бочке своего рода, потому что есть боковые консолидации, рынок был зажат между этими уровнями. Поэтому, ожидая повышенную волатильность, ожидая важной публикации на этой неделе, достаточно будет какого-то малейшего повода, чтобы с места двинуться уже трендово и более направленно. Поэтому нет какой-то высокой вероятности, что этим катализатором будет именно индекс цен из США. Индекс цен производителей вероятнее всего мы самое все интересное увидим после ФРС. Но, тем не менее, есть небольшая доля вероятности того, что уже сегодня мы увидим повышенную волатильность и более направленные трендовые движения. Переходим к британской валюте. Функт доллар всю прошлую неделю был нестабилен. Мы наблюдали довольно большие свечи в разные стороны. Все было связано с манипуляциями вокруг Brexit и подписанием соглашений между Великобританией и Евросоюзом по поводу дальнейших действий. Вчера фунт был также одной из самых слабых валют по отношению к американскому доллару. Но здесь важно, опять же, учитывать, что на этой неделе будет довольно много значимых публикаций по английской валюте. Например, уже сегодня будет также один из инфляционных показателей – это индекс потребительских цен. Поэтому, если он будет лучше прогнозов, то, конечно, в моменте фунт получит дополнительную поддержку. Однако, если мы посмотрим на заявления Центрального банка, на последние заявления Банка Англии, то они отмечают, что инфляция и так уже находится на пике в Великобритании. И, учитывая подобную оценку регулятора, стоит ожидать, что мы сегодня увидим данные хуже прогнозов. И в таком случае, конечно, падение по паре фунт-доллар сохранится. На самом деле, в данный момент ситуация несколько похожа на евро-доллар. Мы находимся вблизи минимума еще позавчерашней, точнее, торговой сессии прошлой недели, позапрошлой сессии. И есть утром в азиатскую сессию некие признаки роста. Но, в целом, если мы окажемся ниже минимальных значений сегодняшнего дня, то фунт, конечно, провалится еще как минимум на 40-50 пунктов от текущих значений. Еще нужно учитывать, что в ноябре, в прошлое заседание Банк Англии, уже было повышение ставки. Поэтому на этой неделе вряд ли стоит рассчитывать на подобную меру со стороны регулятора. Поэтому, в целом, фундаментально, если мы смотрим, то факторов поддержки у британской валюты на самом деле не так уж и много. Поэтому все будет строиться вокруг, скорее, доллара на этой неделе. Так уж традиционно получается в подобные насыщенные торговые сессии. И, на самом деле, пока волатильность по валютам оставляет желать лучшего, все внимание многих трейдеров переключено к криптовалютам. Несколько слов, скажем, о сфере криптовалют. Была довольно значимая новость. Это факт запуска первых фондовых инструментов. Появились деривативы на биткоин. Наконец-то были запущены. И вчера в ходе торговой сессии даже несколько раз пришлось торги останавливать по биткоину, потому что спрос на данные инструменты превышал предложения в разы в некоторые моменты. Опять же, стоит учитывать, что фьючерсы и опционы – это, прежде всего, инструмент для защиты, то есть для хеджирования позиций. Поэтому, конечно, он будет востребован даже, может быть, больше в данный момент, чем сам базовый актив, чем сам биткоин. Потому что, вот, скажем, та волатильность, которую он обладает, она многих крупных участников рынка настораживает, если не сказать, больше пугает. Поэтому в данный момент спрос на деривативы по биткоину, конечно, будет возрастать. И это может оказывать косвенное влияние и на котировки по основному, по базовому активу. То есть сам биткоин, вероятно, продолжит укрепление и в ближайшие дни. Но главной криптовалютой вчерашней торговой сессии, пожалуй, был Litecoin. С 90 до 250 долларов дошли котировки данной криптовалюты. И в данный момент мы наблюдаем довольно сильную коррекцию по данному активу. Но, опять же, есть основания полагать, что рост может продолжиться. Сейчас, кстати, в центре внимания всех криптоинвесторов находится эфир Классик. Поэтому мы также рекомендуем присматриваться к данной криптовалюте в ближайшие дни. Вероятнее всего, именно она выстрелит в следующий. Поэтому, скажем, если волатильность вас по валютному рынку не устраивает, либо вы не видите какие-то, скажем, точки входа в рынок, то стоит на время хотя бы переключиться на рынок криптовалюты, попробовать торговать данные инструменты. И, опять же, главный призыв – не стоит забывать о рисках, потому что волатильность, о которой мы сегодня так много говорим, она зашкаливает именно по криптовалюте. Поэтому ваши, скажем, привычные объемы, особенно на первых парах, стоит снизить по сравнению с обычным рынком. Ну что ж, с нецепением ожидаем развития событий на финансовых рынках сегодня. Всем успехов в торговле. На этом наш брифинг подходит к концу. Завтра подведем итоги того, о чем мы говорили сегодня, и проанализируем все торговые решения, которые мы обозначили в ходе сегодняшнего брифинга. Еще раз всем успехов в торговле. Всего доброго. И увидимся совсем скоро. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok